Говорим о том, как Владимир Путин принимал движение ХАМАС в Москве и зачем ему это вдруг понадобилось. Ну, как вы, наверное, знаете, на этой неделе приехала в российскую столицу делегация террористов. И, судя по всему, они там вели переговоры о возможности урегулирования нового всплеска ближневосточного конфликта и, возможно, даже об обмене заложников. Израиль, конечно же, сразу выразил протест по поводу прибытия этой делегации в Москву и потребовал депортировать террористов из России, но Россия не стала этого делать. Почему не стала? Потому что Владимир Путин сейчас надеется с помощью этих своих друзей, специфических друзей, скажем так, добиться какого-то урегулирования. Он очень хочет показать всему миру, что он не изолирован, что он до сих пор влияет на происходящие в мире процессы, что он на что-то годится и способен быть эффективным посредником даже в таком сложном регионе и в таком сложном конфликте. Однако есть проблема. Из-за того, что Россия начала войну против Украины и застряла в Украине, сейчас она не обладает какими-либо ресурсами, которые могла бы помочь или, наоборот, угрожать воюющим сторонам. Террористы в этих условиях ни за что не отпустят заложников, потому что России нечего предложить им взамен на этих заложников. Ну а Израиль ни в коем случае не будет отменять своего вторжения в сектор газа, поскольку отмена такого вторжения приведет к тяжелейшему не только политическому, но и морально-психологическому, этическому кризису в самом Израиле. Еще неизвестно, как обернется для еврейского государства. То есть отмена вторжения в сектор газа для Израиля вообще не вариант. Поэтому посреднические усилия Путина и Москвы обладают практически нулевой ценностью. Единственное, чего добилась российская дипломатия, приняв у себя движение Хамас, это то, что, ну, наконец-то, наконец-то, вот этот визит хамасовцев в Кремль, в Россию, открыл глаза израильскому обществу на то, кто такой Владимир Путин, чем он является, кем он является на самом деле, и какова сущность его режима, и как он на самом деле относится к Израилю. Потому что раньше на этот счет в Израиле были очень большие иллюзии. Многие люди считали, что Владимир Путин уж кто-кто, но точно не антисемит, и Владимир Путин, наоборот, большой друг еврейского народа. Нифига подобного нет. Кстати, давайте несколько слов скажем о том, об отношении Владимира Путина к Израилю, к евреям, до того, как мы перейдем к неподтвержденным, естественно, слухам о смерти самого Владимира Путина. Итак, на мой взгляд, такой человек, как Владимир Путин, это вообще распространенное явление в России. Он одновременно ненавидит евреев и благоговеет перед евреями. Он считает, что евреи сильно умнее, чем он, и сильно умнее, чем кто-либо еще. Что они контролируют благодаря этому весь мир. И поэтому Владимир Путин очень хочет, с одной стороны, дружить с Израилем, а с другой стороны, быть в максимально близких отношениях, максимальном взаимопонимании. Он готов многим жертвовать ради Израиля. Но для чего? Не для того, чтобы не из-за искренней дружбы, ему такого вообще непонятного, что такое искренняя дружба. Нет, он хочет выждать нужный момент, чтобы вставить Израилю нож в спину. Вот это, чтобы отомстить за свой комплекс неполноценности перед евреями. Вот для этого Путин и долгое время и пытался культивировать свои отношения с Израилем. Так вот, сейчас, видимо, Владимир Путин решил, что как раз подошел подходящий момент для того, чтобы все-таки ударить по Израилю. Собственно, как мы видим, сейчас Путин максимально связался с Ираном. Иран — это самый главный враг Израиля. В то же время сейчас Иран стал главным другом России. Там идет обмена технологиями и разными видами вооружения. Я, кстати, вообще не сомневаюсь, что Россия те или иные ядерные технологии уже передала Ирану, если прям не чертежи создания атомной бомбы и, может быть, даже какие-то компоненты для создания этой бомбы. Потому что иранцы, я думаю, до сих пор не в состоянии сами сделать необходимую промышленную базу для создания атомного оружия. Так я думаю, что Россия им передала в обмен, например, на строительство в Казани завода по производству дронов «Шахет». То есть вот иранцы построили россиянам этот завод, а я думаю, что россияне какие-то детальки необходимые для создания ядерной бомбы передали Ирану. То есть Путин решил, ага, вот сейчас, когда здесь, так сказать, исламский мир поднялся на дыбы и уже готов, и сейчас вот реально может начаться очень большая региональная война на Ближнем Востоке, что вот сейчас самый подходящий момент для того, чтобы нанести по Израилю удар, собственно, на эти идеи, приглашая хамасовцев к себе и ведя с ними переговоры. Ну вообще, надо сказать, что в этом смысле, во многих других смыслах российский президент в ментальном отношении, это такой дед в старом замызганном тельнике, который сидит в плацкартном вагоне, уже принял на грудь 200 грамм и начал рассказывать соседям, которые вообще-то не просили его об этом, а все равно о том, как мир устроен на самом деле. Там и дикая конспирология, и всякие масоны, иллюминаты и все прочее, и магическое мышление, конечно же, у этого деда будет, и какая-то нездоровая тяга к насилию, и комплекс собственной неполноценности, естественно. Ну и вот разговоры такие там, а что они там о себе думают, а что они думают, что им можно, а нам нельзя, а нам тоже можно, сейчас как бы вжарим по ним ядерные ракеты, пускай себе знают, что знают, непонятно, неважно. Вот вжарим, а там уже разберемся. И при этом в этой полупустой голове всегда очень много места для страха перед иррациональным. Вообще иррациональные всякие штуки там в этих головах занимают очень много места. Такие люди часто верят во всякие приметы, в амулеты, боятся дурного сглаза, плюют через плечо, клеят себе иконки в машину и так далее и тому подобное. То есть вот это обязательный атрибут вот такого рода мышления, такого рода состояния ума. На мой взгляд, в значительной степени все это является результатом постсоветской государственной российской политики массового и усиленного отупления населения своей страны, а также выжигания в нем любой культуры, любых зачатков культуры вообще в российском обществе. То есть российское общество подвергалось такому массированному индустриальному обескультуриванию в годы правления сначала Ельцина, а потом Путина, при Путине особенно. Десятилетия напролет в России умный и образумный человек считался в общем синонимом лоха, неудачника такого. А воплощением успеха в жизни, таким живым воплощением стал циничный, агрессивный, злобный бандит с килограммовым распятием на пузе. И надо еще сказать, что вместо культуры, вместо любого видов, вместо кино, изобразительного искусства, театра, музыки, чего угодно, в России был суррогат такой, как бы это быстро растворимая культура, который назывался Дом-2 и вот его всякие производные. Это, на мой взгляд, было настоящее оружие массовой дебилизации населения. Прямо хуже ядерного. И вот что получилось? Тупым, лишенным культуры, лишенным инициативы, миллионам и миллионам, десяткам миллионов российских людей, конечно, было гораздо проще управлять. Вот этим тупым народом управлять намного бескультуренными. Оно вообще просто превращение целого народа в быдло прошло успешно, можно сказать. Управлять таким народом легко. Но есть проблема. Российские, так называемые, элиты изначально не были особо гениальными, но при общем, так сказать, падении уровня они тоже опустились и стали совсем уж, блин, дегенератами. Поэтому, на мой взгляд, очень слабым местом российского нынешнего руководства является именно его вера в иррациональное, его неспособность к трезвому и, скажем так, скептическому осмыслению реальности и так далее. Потому что, да, они превратились вот в этих дедов, которые сидят там, либо бухают за гаражами, либо сидят в платкартном вагоне и там, значит, тоже, остаграмившись, начинают вещать, что там почем. Поэтому, именно поэтому, настолько жестокой, прям бесчеловечной была реакция российского руководства, российской власти на выступления людей, которые в обычное время можно было бы считать, ну, реально просто фриками. Я имею в виду, конечно, шамана Александра Габышева, который, помните, пешком шел из Сибири в Москву, чтобы устроить обряд на Красной площади и прогнать в ад Владимира Путина, которого Шаман Габышев назвал демоном. Ну, или схиегумен Сергий, помните, такой мент-убийца, который отсидел и стал священником, с очень странными взглядами на мир, супер антисемит, туда-сюда, но при этом он считал, что продали православие, что, значит, Путин является тоже посланником сатаны, что посланником сатаны является патриарх Кирилл и так далее. И он еще даже сказал, схиегумен Сергий, так сказать, в расцвете своих лет, сказал, «Мене-мене-текел-о-пасрин» — это как бы аллюзия на библейскую такую притчу о том, как, значит, Вавилонское царство пало, и что Вавилонскому царю сказали, что он, значит, взвешен и найден легким, поэтому должен погибнуть, и, собственно, погиб. И вот этот самый «мене-мене-текел-о-пасрин», схиегумен Сергий сказал в адрес Владимира Путина, что, типа, путинское царство взвешено, найдено легким и будет, и погибнет. То есть российская власть действительно боялась, на самом деле боялась, и шамана Габышева с его предполагаемым обрядом на Красной площади, и этого полубезумного схиегумена Сергия, который там нашел легким, значит, власть Владимира Путина и так далее. Они, более того, я скажу так, до сих пор российская власть этих двух чуваков боится, их держат под замком, там, одного в тюрьме, другого в дурдоме, просто из-за того, что к угрозам такого рода, с таким населением, тотально дебилизованным и оболваненным, российская власть относится очень серьезно. Они понимают, что вот это и есть настоящая угроза их власти, не какой-то там Навальный или там Карамурза, да, а вот именно вот такого плана персонажа, которые могут играть на самых темных чувствах российского общества, на тех самых чувствах, которые долгое время воспитывались и культивировались самим российским режимом. То есть бить по российскому режиму его же, собственно, оружием, вот этой магической техникой хренью. Ну и на самом деле, что там говорить? Ну и достаточно посмотреть на подмосковное имение Сергея Кужугетовича Шойгу, министра обороны России, там у него посреди этого имения стоит курган-капище для шаманских практик. Или огромную золотую юрту с золотым куполом построили в Туве на берегу реки Хемчик. Специально для проведения каких-то шаманских ритуалов с участием Владимира Путина. Это там в глуши, там, по-моему, 20 километров до ближайшего населенного пункта, только со спутника видно эту юрту. Ну и самое главное сооружение в этом смысле, это, конечно, собор, главный собор вооруженных сил России в Подмосковье, который снаружи выглядит как плохая подделка под храм ситхов, то есть главных злодеев в Звездных войнах. Внутри этот храм похож больше всего на обитель демона Диабло из одноименной компьютерной игры. Этот храм набит всякой чертовщиной, нумерологией, там иконы какие-то, чуть не Сталин на иконе изображен, а в качестве главной реликвии там хранится натуральная фуражка Адольфа Гитлера. Причем это не басня никакая, это сказал замминистр обороны Российской Федерации по телевизору, да еще и с большой гордостью. То есть вот такой вот, а еще там ступеньки этого храма сделаны из переплавленных немецких танков, там какая-то адская хрень. То есть это реально такое большое капище храм смерти просто на самом деле. То есть российская элита очень даже верит во всякую такую чертовщину, во всю эту фигню. И даже вот нападение на Украину случилось 24-го, то есть 24-го, 2-го, 2022-го, то есть там 2-4, 2-2-2, то есть 2-4 и 4-двойки. То есть там какие-то нумерологии, причем это еще будет день рождения Владимира Путина, верят во все это, серьезно к этому относятся и по мере возможности пытаются пользоваться всей этой магической фигней, иногда с очень сомнительными результатами. Вот просто заголовок прочитаю, в прошлом году случилось. В России полиция возбудила уголовное дело за гибели бывшего топ-менеджера Лукойла Александра Суботина, который умер во время антипохмельного ритуала у шамана. Это мая 22-го года. То есть они реально обращаются к шаманам для решения каких-то своих проблем и иногда даже умирают из-за этого всего. То есть странным образом вся эта... Соответственность тут ничего странного нет, вообще даже закономерным образом, правильнее сказать, вся эта чертовщина, магия, проклятие, сглазы и так далее на российскую власть действует. То есть это все работает против нее конкретно в нынешних исторических условиях. Это все работает. Почва для этого удобрена, подготовлена, взрыхлена и унавожена самой же российской властью за последние 30 лет. И тут давайте вот как раз вернемся к заявлениям российского политолога Валерия Соловья. Он уже долгое время заявлял, что Владимир Путин болел, что там не рак у него был, что-то еще там у него было. Потом Валерий Соловей долго говорил, что Владимир Путин умирает. Вот уже при смерти у него там сердечные приступы, такое и сякое, еще та фигня и это. А вот пару дней назад он сказал, что все, умер Владимир Путин. И что по телевизору россиянам и всем прочим показывают не натурального, оригинального и аутентичного Путина, а его какого-то двойника. Я в таких ситуациях говорю, что для подтверждения экстраординарных заявлений нужны, конечно, экстраординарные доказательства. То есть в данном случае нехило было бы ознакомиться хотя бы в телевизионном режиме с трупом Владимира Путина, если это правда. Ну, показали бы, тогда бы я, может, и поверил. Потому что заявлением даже очень уважаемых политологов в этом смысле у меня доверия нет, а уж тем более анонимных телеграм-каналов. Но в то же время, надо сказать, распространение, учитывая все вышесказанное, что распространение такого рода информации это очень-очень хорошо. В современной России слух о смерти Владимира Путина и о замене Владимира Путина двойником по причинам готовности общества к соприятию всей этой чертовщины будет намного более мощным ударом по легитимности российского президента, чем рассказ о его коррупции, о его дворцах или о его там еще каких-то похождениях. Потому что слух о смерти царя, о замене царя на двойника, на лже Путина, это вопрос нерационального восприятия мира, это вопрос веры. То есть вопрос того, на чем строилось российское восприятие действительности в последние десятилетия. именно в это место, как мне кажется, и нужно бить, и правильно, и хорошо делается, что такие слухи распространяются. Потому что царь в России легитимен, пока в него верят. Не из-за того, что он каких-то успехов добивается или ведет себя хорошо, или что-то там делает нужное, полезное и важное. Нет, это не обязательно. Царь может быть полнейшим говном, извиняюсь за выражение, но если в него верят, он остается с вами, значит он легитимен. Но как только и в него перестают верить, как только считают, что царь не настоящий, вот тут-то все и заканчивается. Если сомневаются, жив ли он, если думают, что он немножко двойник, то да, тогда это действительно серьезный удар по легитимности российской власти. Тем более, что доказать, что ты являешься собой, а не двойником, ну никак нельзя. Наверное, что-то подобное могла бы подтвердить жена Владимира Путина, она могла бы выйти перед телевизором, говорит, да, это мой муж, какие глупости какие, что вы говорите такое. Но нет, жены-то уже нет, он развелся с ней, жена где-то живет там на Западе, и вообще я сильно сомневаюсь, что она собирается каким-то образом помогать своему этому самому бывшему мужу. Да даже если бы и хотел бы помочь, но это же бывшая жена, она не помнит нифига, они уже давно вместе не живут, и детей у Путина официальных нет, а нынешней жены официальной тоже нет. То есть нет ни одного человека, который мог бы подтвердить то, что Путин, это Путин. И поэтому вопрос о том, настоящий лицарь сам собой повисает в воздухе. Я еще раз повторю, что я не очень верю в все эти разговоры, то есть я прямо скажем, вообще не верю в то, что Путин умер, и у него даже не верю в двойников, хотя я знаю, в двойников больше людей верят, чем у него смерть. Тем не менее, я считаю разговоры, эти слухи очень правильными, очень полезными для расшатывания единства и верности российского общества, российской элиты, а также для расшатывания легитимности действующего российского царя. Потому что там, в России обязательно, 100% найдутся сейчас люди, которые поверят, то, что Путин не настоящий, что Путин подменили, что Путин на двойник ходит везде. И что бы он ни делал, какие бы он там доказательства своей настоящести не предъявлял, все равно будут те люди теперь, которые скажут, слушайте, все же понимают, что Путин не настоящий, потому что он то-то и то, и 5-е и 10-е. Обязательно это будет. И было бы, кстати, сейчас довольно круто, если бы официальные власти Украины выразили сомнение в том, что Владимир Путин это и Владимир Путин. Ну, например, были же такие, был принят закон о том, что типа запрещаются переговоры с Владимиром Путиным. Ну, с двойником Владимира Путина мы еще можем переговорить, но с самим Владимиром Путиным нет. Не можем, потому что мы не знаем, это он или не он. Вот с ним точно не хотим и не будем. А если умер, то тогда пожалуйста. И на самом деле, таким образом, если вот Украина официально поставит под сомнение аутентичность Путина, это, мне кажется, было бы здорово. Еще одну вещь, которую надо сказать, во все, в связи со всей этой историей, с предполагаемой смертью российского президента, я бы на полном серьезе советовал, предложил бы, провести в Софийском соборе Киева, или, может быть, в Киево-Печорской лавре, или там и там, за упокойную службу по рабу Божию Владимиру Путина. Ну, можно и там, и там, кстати. Но, я думаю, в любом случае, это должно быть какое-то важное, может быть, на том месте, где произошло крещение Руси, прямо вот где-то там, на Подоле, да. Короче, это должно быть, в транслировации по телевизору, это должны быть важное символически значимое место и там провести, действительно сказать, мы считаем, что Путин умер и провести по нему заупокойную службу. А потом, после этой заупокойной службы, можно еще предать Путина анафеме, отлучить его нафиг как в церкви, чтобы для полного комплекта. Для людей рациональных, для которых пользуются критическим мышлением, как минимум, все это будет, конечно, анекдотом. Но, для самого Владимира Путина и для людей в его окружении, это очень серьезно было бы. В такое они верят. И в заупокойную службу, которую транслируют по телевизору, говорят, что Путин умер, вот мы заупокойную службу по нему проводим, они верят. Это вообще, по-моему, даже считается плохая примета, а в плохие приметы они опять же верят. То есть, это на самом деле, ну, может быть, не на 100% верят они, прямо скажем, да, все-таки в Советском Союзе выросли. Но, многие из этих людей думают, что-то такое там есть. Конечно, может быть, бога сидящего мужика на облаке бородатого нет, но что-то есть, что-то есть, что-то такое должно быть. И на очень многих людей в России подобного рода мероприятия подействуют. По крайней мере, кашлять они от этого точно начнут. Ну, и давайте еще последнее немножко скажу про Авдеевку, про Авдеевку, про ситуацию на фронте. Там, как вы знаете, может быть, за последние дни российская армия продвинулась вперед, к сожалению, добились они определенных успехов. Однако, в то же самое время там потери среди россиян очень большие, очень высокие потери и в бронетехнике, и в живой силе. И новости последних двух дней заключаются в том, что огромное количество российских солдатов просто отказывается идти в бой. Не хотят идти в бой, и все. Вот я даже читаю, цитирую, один из российских телеграм-каналов. Он пишет, явление, это называется массовый случай отказов идти в атаку, угрожающий выполнению боевых задач. Сейчас в октябре 23-го года ходят в атаку только штормы, то есть это сделаны из заключенных отряды, которые либо мотивированы, либо воюют недавно и не успели задолбаться. А вот закреплять достигнутые результаты приходят обычно мобилизованные, разменявшие год службы и 9-11 месяцев в окопах без перерыва. Они массово отказываются, притом в количествах, ставящих иной раз под сомнение успех боя. То есть пишут, что те мобилизованные, которые пришли год назад служить в российскую армию в рамках частичной мобилизации, так называемой, просто говорят, нет, не пойдем в атаку и все. Потому что они уверены, что в ближайшее время они должны получить отпуск и уехать домой. И перед этим отпуском они рисковать собой не хотят и отказываются идти в атаку. Таким образом у них, у россиян там скрываются, срываются наступательные планы, в том числе в районе Авдеевки. Но при этом надо сказать, что бой за Авдеевку не закончен. Я уже в нескольких российских источниках видел, что да, это действительно предвыборная операция, которую подготовили к выдвижению Владимира Путина на пост президента. Это выдвижение должно случиться вот в ближайшие пару недель. И поэтому туда, к Авдеевке, свозят все новые и новые резервы, все новые и новые силы и просто гонят их на пулеметы, гонят их на минные поля, потому что Авдеевка с точки зрения Кремля должна быть взята несмотря ни на что любыми жертвами, любыми потерями ко дню выдвижения Владимира Путина на пост президента. Поэтому бои там будут еще страшные. К сожалению, там будет очень-очень тяжело. Я даже не знаю, как держатся украинские солдаты там как-то. Но они просто реально железные, наверное. Хотя я понимаю, что железных людей не бывает. Но в этой связи я, конечно, всем советую и сам это буду делать жертвовать деньги, жертвовать на дроны, на помощь солдатам, помогать им изо всех сил, особенно тем, кто находится во Авдеевке, потому что сейчас это очень-очень важно. Ну и чтобы на грустном не заканчивать, давайте один российский блогер пишет наблюдаю типовую массовую рассылку по каналам военкоров бедственных сообщений из 177-й и 810-й бригад, а также 70-й дивизии, как раз те, которые воюют в районе Авдеевки. С учетом структуры и состава обращений можно сделать вывод, что пишут не наши бойцы, а украинское ЦИПСО. То есть они говорят сейчас о том, что ну прям бригады целые, целая дивизия отказываются воевать. Они считают, что это то есть военкор пишет, что это украинское ЦИПСО, но я на самом деле уверен, то есть уже куча информации о том, что да, действительно россияне отказываются массово отказываются идти в атаку и наступать. Будем надеяться, что и дальше это продолжится и что дезертирство и массовое бегство россиян с поля боя будут усиливаться. На этой оптимистической ноте у меня сегодня все.